Турнир «Янтарные перчатки», посвященный светлой памяти его основателя, заслуженного тренера России Виктора Александровича Рубова, проходит уже более 20 лет. В этом году впервые проявить силу, продемонстрировать технику и подготовку. На ринг международного класса вышла команда общественной организации «Федерация бокса ЛНР». Данные соревнования состоялись благодаря непосредственному участию Калининградской областной федерации бокса, лично президента «Федерации бокса» Гавриленко Сергея Михайловича и непосредственному участию городской федерации бокса города Красной Украины. Ребята были впервые на соревнованиях такого уровня и масштаба, поэтому, конечно, сказывалось волнение, переживание. Но они смогли собраться в нужное время, в нужный час. По мнению тренеров спарринг-боксеров из ЛНР с представителями других стран, тесное общение, обмен опытом и здоровая конкуренция послужило укреплению международного сотрудничества и расширение профессиональных возможностей в сфере спорта. Опыта много, там мы подчеркнули, все-таки немцы, поляки, прибалты, это серьезные ребята приезжали, двукратные чемпионы Германии объявляли мы, слушали, и чемпионы Польши приезжали. Все участники, представители различных команд заинтересовались, конечно, в наших ребятах, поэтому есть рост, есть перспективы для роста, и я думаю, в дальнейшем ребята нас будут радовать более высокими победами и достижениями. Участники команды Федерации бокса ЛНР остались довольны своими результатами. Золото в копилку республики принес спортсмен из Краснодона Игорь Свиридченков. Он по решению судейской коллегии стал лучшим боксером турнира и был награжден кубком. Серебряными призерами стали спортсмены из Луганской и Красного Луча – Даниил Зеленков и Виктор Ганган. Как отметил наш земляк, бокс отлично закаляет характер, способствует проявлению силы духа и стойкости. Для меня это были самые величайшие соревнования в моей карьере за 7 лет. Готовился довольно только долго, было проведено множество спаррингов и соревнований. Бокс воспитал во мне силу духа, силу мужества, выносливость, целеустремленность. Красный Луч гордится успехами своих молодых и перспективных спортсменов. За высокие достижения в боксе, профессионализм и отличную подготовку молодому боксеру и тренеру были вручены благодарственные письма от администрации города. Мы как бы рады тому, что наши дети не сидят в подвалах, а занимаются спортом. И как бы весь мир увидел, что здесь созданы условия для занятий спортом. Я выражаю от имени администрации благодарность Виктору за достигнутые высокие спортивные результаты, укрепление международных спортивных связей и достойное представление Луганской народной республики на международной спортивной арене. И в лице Юрия Николаевича выражаю благодарность тренерскому составу. Я хочу сказать, что у нас сложился очень хорошее сообщество боксеров, которые занимаются подготовкой наших юных спортсменов. И бокс сейчас, можно сказать, лидирует в нашем городе по количеству занимающихся этим видом спорта. Поэтому это большой вклад прежде всего вас. Несмотря на трудности, несмотря на всякие там преграды, вы находитесь в возможности пригласить детей на соревнованиях такого уровня. Поэтому огромное вам спасибо, Юрий Николаевич. Примите нашу тоже благодарность за это. Спасибо. И терзайте далее. Я надеюсь, что вы так будете первым обязательно. Я честно говорю, переполняю эту гордость за вас. Вы молодцы. Спасибо. Спортсмены не сомневаются, впереди их ждет еще много побед. Поэтому расслабляться рано. Учитывая незначительные промахи, боксерам есть над чем поработать. Главное – верить в свои силы. Ребята, занимайтесь боксом. Это очень круто.